Не все начинающие бизнесмены могут позволить себе купить новенький грузовичок, ну или микроавтобус, поэтому активные поиски ведутся на вторичном рынке. И тут у многих возникает соблазн сэкономить и взять отечественное авто. Но не старую убитую «Газель», а что-нибудь посовременнее. Например, ту же «Газель», но семейство «Некст». Вот давайте её и рассмотрим на предмет надёжности и поломок. С вами Пётр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». До прихода на газовский престол Бу Инге Андерсона, бывшего вице-президента General Motors, ситуация с «Газелями» выглядела плачевной. Нижегородскую полуторку тех лет уместнее называть «киткаром», поскольку её по-хорошему надо было полностью перебрать и устранить многочисленные огрехи. С приходом шведского топ-менеджера ситуация изменилась к лучшему. В 2010 году появилась «Газель-бизнес», где самые проблемные места были заменены либо при помощи конструкции, либо с помощью импортных комплектующих. При нём же появился и турбодизельный двигатель Cummins ISF 2.8. А в 2013 году появилась уже «Газель-Некст». Автомобиль совершенно иного уровня, который худо-бедно можно было сравнивать с зарубежными аналогами. Однако в том же году Бу Андерсон перешёл на «АвтоВАЗ». К сожалению, швед не успел довести до ума семейство «Некст». Останься он на посту президента группы «Газ» подольше, возможно, наша программа получилась бы покороче. И всё же в 2018 году завод доработал своё детище. На «Некст» поставили глобальный фольксвагеновский двухлитровый турбодизель серии CS LA и новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Цены на поддержанные «Нексты» зависят не только от состояния машины, но и от типа кузова и количества дополнительного оборудования, установленного на автомобиль. Но при прочих равных, дизельные версии ценятся дороже, хотя спорный для многих «Каменс» считается менее желанным приобретением, нежели фольксвагеновский дизель. Однако последний ещё не столь широко представлен на вторичке. Но вне зависимости от типа кузова и двигателя, нужно быть готовым к тому, что у коммерческой техники будут огромные пробеги, которые скручиваются ещё чаще, чем на легковушках. Также не забываем, что за рулём подобной техники обычно ездят наёмные водители, которым плевать на состояние машины. Помножим всё это на регулярную езду с перегрузом и длинные официальные межсервисные интервалы в 20 тысяч километров. Ушатанный экземпляр будет видно сразу. Это посторонние звуки, доносящиеся из-под капота, гудящая коробка, потёки масла, а также интерьер, потерявший опрятный товарный вид. В общем, покупать «Газель Некст» без тщательной диагностики никак нельзя, особенно с турбодизелем «Каменс 2.8», который не терпит к себе наплевательского отношения. Но начнём мы с бензиновых двигателей. Тяжёлое наследие старой «Газели» не обошло стороной и «Некст». Это касается бензинового двигателя ОМЗ А274 и его газобензинового варианта А275 семейства «Эвотек», которые являются преемниками мотора 2.9 ОМЗ 421647. Однако в случае с семейством «Эвотек» ульяновцы наняли корейцев из инжиниринговой компании «Ти Энерджи» для модернизации мотора «Ветерана», ведущую свою родословную ещё от 21-й «Волги». Так появились модернизированная головка блока цилиндров с изменённой камерой сгорания, оптимизированной рубашкой охлаждения, новый распредвал с иными фазами газораспределения, гидрокомпенсаторы на штангах толкателей и клапанов, а также новые поршни с антифрикционным покрытием из молибдена на юбках, а также новыми стальными кольцами, которые снижают расход масла на угар. Кстати, количество ремонтных размеров поршней увеличилось до трёх. Был и ряд других изменений, однако на практике выяснилось, что новая головка блока цилиндров и усовершенствованная прокладка не избавили ульяновский движок от старой болячки — попадания антифриза в масло. Протяжка болтов головки блока цилиндров в этом случае редко помогает. Тут уже понадобится шлифовка и опрессовка. Появление гидрокомпенсаторов не спасло от возникновения зазора и стука в клапанном механизме. Приходится опять по старинке их регулировать, но это помогает лишь на время. По непонятной причине гидрокомпенсаторы имеют свойство завоздушиваться, что приводит к потере их жёсткости и появлению стука. Удаление воздуха — небыстрый муторный процесс, связанный с несколькими циклами работы с увеличенными оборотами холостого хода и снятием клапанной крышки для контроля упругости гидрокомпенсаторов. Никуда не делась и быстро изнашивающаяся капролоновая шестерня привода распредвала, которую при ремонте обычно стараются менять на более прочную текстолитовую. Остальные болячки носят индивидуальный характер, их по-прежнему немало. Но в целом газелисты отмечают, что серьёзных проблем с бензиновыми моторами стало меньше. А вот с турбодизелем Cummins ISF 2.8 ситуация неоднозначная. Многие владельцы спокойно проезжают на нём по полмиллиона километров, но хватает и тех, у кого серьёзные проблемы наступают после первой сотни тысяч. Одна из таких — задиры верхней части цилиндра из-за износа поршневых колец. Первопричин может быть несколько. Первая — это несвоевременная замена воздушного фильтра или установка дешёвого аналога, из-за чего внутрь попадает грязь и пыль. Вторая — это негерметичность впуска. Воздух, в отличие от топлива, не подаётся в достаточном количестве в цилиндре, отчего растёт температура в камере сгорания. От этого перегревается поршень и прихватывает компрессионное кольцо. На него в дальнейшем начинает действовать повышенная нагрузка. Кольцо истирается, лопается и попутно разбивает канавку в поршни. Еще один мрачный момент в биографии Cummins — это проворот вкладышей коленвала. И тут уже есть несколько версий, почему так происходит. Одни грешат на жёсткую эксплуатацию с перегрузами, другие — на конструктивные недочёты. Трубка маслозаборника в пластиковом поддоне картера состоит из двух частей. К тому же она прилегает к маслонасосу через резиновое уплотнение. В агрессивной горячей среде клеевой шов может разрушиться, и маслонасос начнёт прихватывать воздух. Либо же вот это резиновое задубевшее уплотнение приведёт к тому, что давление будет снижаться. Оно, конечно, не упадёт до минимума, и лампочка не загорится. Поэтому коренные вкладыши держатся дольше, а шатунные первыми выбывают из игры. Еще один распространённый способ попасть на серьёзный ремонт — это перегрев мотора из-за неудачной конструкции радиаторов двигателя и интеркулера. Они расположены практически вплотную друг к другу. Пока радиаторы чистые, система охлаждения работает нормально. Но стоит щели между ними забиться пухом, грязью и листвой, как получается такой монолитный бутерброд, который уже не справляется со своими функциями. Опытные газелисты рекомендуют развести интеркулер с радиатором двигателя. Однако далеко это сделать не получится, потому что уже будет мешаться вентилятор системы охлаждения. Но даже этого будет вполне достаточно, особенно если регулярно заниматься чисткой теплообменников. Следующая серьёзная проблема — это смешивание антифриза и масла. Если эмульсия или масляная плёнка видна в расширительном бачке, то, скорее всего, корродировали стенки масляного теплообменника либо его прокладки. Если же эмульсия присутствует в системе смазки, то тут, скорее всего, виноваты либо проржавевшие заглушки головки блока цилиндров со стороны газораспределительного механизма, либо уже охладитель системы рециркуляции отработавших газов, у которого прогорают стенки. В последнем случае систему EGR обычно удаляют. Ну и, конечно же, Каменс, как и любой современный турбодизель, не обделён проблемами с топливной аппаратурой, но обычно они обусловлены заправкой, некачественной соляркой или попаданием воды в топливо, которое может вывести из строя топливный насос высокого давления и форсунки. Для пущей безопасности мотористы рекомендуют установить дополнительный сепаратор между топливным баком и топливным насосом высокого давления. Ну а общие рекомендации звучат банально. Это сокращение межсервисных интервалов до 8000 километров и никакой экономии на смазочных материалах или фильтрах. Потому что именно халатное отношение к обслуживанию зачастую становится причиной поломок той же турбины. Турбодизель с индексом ЦСЛА от Volkswagen пока ещё редко встречается на поддержанных Next'ах. Но это, наверное, оптимальный вариант для газели. С 2003 года двухлитровые фольксвагеновские дизели подвергались многочисленным модернизациям и пережили аж три серии EA-188, EA-189 и с 2015 года EA-288. Next'у достался не самый свежий мотор серии EA-189, но на нём уже установлена система питания Common Rail от Bosch и ликвидированы проблемные заслонки во впускном коллекторе. Из слабых мест остался, пожалуй, лишь шестигранный вал масляного насоса, который редко ходит больше 150-200 тысяч километров. Но даже такой пробег до замены можно считать вполне достойным. Заявленный ресурс в 400 тысяч километров тоже неплох, но такие цифры на дометре возможны лишь при бережной эксплуатации, а современные дизели не предполагают никакой другой. Залил левые солярки, попал на форсунки топливный насос высокого давления, прохлопал сажевый фильтр, попал на турбину. В общем, всё как всегда. У меня в руках инновационное зарядное устройство Berkut GSL15000. Все уже давно знают про такие компактные коробочки, с помощью которых можно запустить двигатель даже в условиях севшей аккумуляторной батареи. Здесь Berkut применил литий-полимерную батарею нового поколения, состоящую из четырёх элементов, тем самым повысив общую энергоёмкость прибора при сохранении удобных компактных размеров. Пиковый пусковой ток достигает 700 ампер. Пускач может справиться даже с дизельным двигателем объёмом до трёх с половиной литров или бензиновым объёмом до четырёх с половиной литров. Большой плюс Berkut GSL15000 – это ударопрочное влагозащищённое покрытие, а все входы и выходы защищены резиновыми заглушками. Устройство можно также использовать как Powerbank. Есть выходы USB Type-C, а прилагающийся адаптер-розетка на 12 вольт позволяет подключать к нему различные автогаджеты – компрессор, пылесос, холодильник и так далее. Встроенный светодиодный фонарик поможет работать с устройством в тёмное время суток. Получился удобный добротный девайс. Рекомендую. Подробнее по ссылке в описании ролика. Переходим к трансмиссии. Самая распространённая коробка передач на Next'е – пятиступенчатая механика А21Р22, ведущая свою родословную от прежней газелевской пятиступки. И проблема у этой коробки выше крыши. Во-первых, она плохо уживается с каменцевским турбодизелем. Передаточные числа подобраны неоптимально, а сама трансмиссия трудится, ну, фактически на пределе своих возможностей. Ведь она рассчитана на крутящий момент в 330 ньютон-метров. А у самой мощной 150-сильной версии каменца он ниже всего лишь на 10 ньютон-метров. Во-вторых, её губит, естественно, перегрузку, им злоупотребляют большинство перевозчиков. И связанный с этим незаводской тюнинг, когда удлиняют колёсную базу и ставят удлинённые карданные валы. Ну и в-третьих, её приканчивают сами водители, практикующие рваную езду с частыми сбросами и добавлениями тяги или движения на высоких передачах при низких оборотах двигателя. Особенно это касается пятой передачи на гружённой машине, которая чаще всего вылетает, несмотря на использование импортных подшипников СКФ. Опытные газелисты рекомендуют пореже ей пользоваться либо включать по достижению 85-90 км в час. ГАЗ ещё со времён «Газели Бизнес» неоднократно модернизировал старую коробку. На промежуточном валу установили двухрядные роликовые подшипники. Для шестерён и валов применили легированные стали, усилили картер. А вот замена на первичном и вторичном валах подшипников на импортные, но по-прежнему шариковые, успехов не принесла. Для «Некста» коробку опять подшаманили, увеличив ширину шестерён и установив дополнительные опоры на промежуточном и вторичном валах. Но и этого оказалось недостаточно. Так в профильных мастерских ресурс газовской трансмиссии повышают за счёт установки двухрядных роликовых подшипников на всех валах и заливки качественного синтетического масла класса GL4. В общем, картина ясна. Этот агрегат своё уже давно отжил. А вот ресурс сцепления зависит от ареала обитания. Быстрее всего оно умирает при городской эксплуатации, где водитель совершает больше разгонов и переключений передач. Это около 60-70 тысяч километров. Чуть меньший срок жизни у подвесного подшипника карданного вала, также страдающего от перегруза. Но замена этих элементов не ударит по карману. Новая шестиступенчатая коробка передач, идущая в паре с фольксвагеновским дизелем, недовольства пока не вызывает. Видимо, всё дело в том, что её изначально проектировали как грузовую по известным лекалам от газона Next. Она рассчитана на крутящий момент до 450 ньютон-метров, а все самые ответственные детали сплошь импортные. Подшипники SKF, синхронизаторы Herbiger, тросовый привод от Sumitec и привод сцепления ZF. Но таких машин, как я уже говорил, представлено ещё очень мало. Дальше голопом по Европам. Ходовая часть Next'а разительно отличается от старой газели в лучшую сторону и по комфорту, и по управляемости, и по надёжности. Передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах долго не требует к себе внимания, разве что углы установки колёс приходится время от времени регулировать, чтобы не подъедало резину. Silent-блоки спокойно ходят свыше 100 тысяч километров, а ресурс шаровых опор в среднем составляет 150-200 тысяч. В задней подвеске недолговечны лишь втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Зато задний редуктор, в отличие от прежней газели, живёт долго и счастливо. К тому же его можно за доплату заменить на редуктор с принудительной блокировкой марки Итан. Нет особых нареканий и к тормозной системе, кроме подтекающих задних цилиндров, которых хватает примерно на полсотни тысяч километров. Однако они стоят недорого и меняются легко. С коррозионной стойкостью у Некста вообще всё хорошо. Спасибо катафорезному грунтованию и оцинковке. Все металлические панели, кроме крыши, оцинкованы с двух сторон, а крылья вообще сделаны из пластика. Хотя у бортовых газелей сами борта и основания платформы покрываются рыжиками уже буквально через пару-тройку просоленных зим. Не может похвастаться коррозионной стойкостью и глушитель, который прогнивает буквально через 4-5 лет эксплуатации. Благо, стоит он недорого. В салоне приличный возраст и пробеги за 100 тысяч километров выдадут просиженные кресла да облезшая баранка, у которой со временем крошится вспененный материал обода. На удивление, по электрике серьёзных системных проблем тоже не наблюдается, если не брать в расчёт такие мелочи, как недолговечные силовые предохранители под капотом, которые время от времени лопаются. Другая характерная болячка — это плохой контакт электронной педали газа из-за попадания пыли и грязи. Лечится это обычной чисткой. На автобусах из первых партий водители жаловались на быстрый выход из строя шестерён электропривода двери. Но сменив в июле 2015 года поставщика и конструкцию механизма, проблема ушла в прошлое. Так стоит ли брать «Газель Некс» на вторичке? Скорее, да, чем нет, особенно если предлагаемый экземпляр ухожен, а ваш бюджет сильно ограничен. Но такой авто придётся искать долго, вдумчиво, а также тщательно проверять. И будьте готовы к тому, что машина даже из-под заботливого частника может потребовать ремонта. Впрочем, с данным фактом, когда речь идёт об отечественной технике, многие уже давно свыклись. Но отрадно, что объём такого ремонта в случае с «Некстом» будет значительно меньше, чем на модели прежнего поколения. С вами была программа «Поддержанные автомобили» и я её ведущий Пётр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи!